Здравствуйте, очень приятно, но про вот эту вот игрушку я расскажу чуть позже. Представлюсь, на самом деле я не только генеральный директор медиа-агентства RPG, я еще и организатор крупнейшей выставки, посвященной иммиграции и недвижимости премиум-бизнес-класса по всему миру. МИПИФ, она проходит в Москве, кстати говоря, вот буквально скоро, через неделю она будет там проходить. А презентацию я вот скидывал, можно ее включить? У меня флешка есть, если что. Должен что-нибудь с собой унести с этой конференции. Кликер тогда унесу я, я же последний. Вот много сегодня говорили о сложных темах, об инвестициях в жилую недвижимость, в коммерческую недвижимость, про доходность, про перепродажу, про redevelopment. Вот у меня вопрос, есть ли у вас клиенты, которые интересовались бы, возможно, через вас или сами как бы по себе иммиграцией и инвестициями в недвижимость, но в других странах? Поднимите руки, кто сталкивался с таким запросом, интересом. Так, есть, есть, ну смелее, смелее, я вижу, что есть. На самом деле, рынок зарубежной недвижимости, он есть, он существует, он достаточно большой. Но понятно, что текущая ситуация с пандемией, с закрытыми границами немножко изменила его профиль, изменила его направленность. Об этом мы сейчас поговорим. Меня зовут Дмитрий, я уже представился. Я организатор выставки МИПИФ, владелец диджитал-агентства РПГ Медиа, совладелец портала Джестриал и много еще различных направлений веду. Значит, мы сегодня поговорим о том, как получать дополнительный доход от продажи зарубежной недвижимости и от иммиграционных программ. Рынок зарубежной недвижимости сложен тем, что цикл сделки, он очень длинный. Потому что, если мы говорим, допустим, о покупке жилой недвижимости в России, это некая необходимая вещь, я там продаю двушку, покупаю трешку, у меня есть некий срок, я в этот срок должен вложиться. Или я хочу инвестировать, мне здесь все понятно, в моем городе есть объект, есть компания, которая мне предоставляет эту информацию, я тоже достаточно быстро совершаю сделку. Инвестиции же в недвижимость за рубежом, особенно если недвижимость покупается не только ради инвестиций, но и в принципе для себя, имеют достаточно долгий срок подготовки клиента к принятию решения. Изначально он выбирает страну, куда бы он хотел инвестировать, где бы он хотел иметь домик, дальше он выбирает объект, дальше возникает закрытие какой-нибудь границы и так далее. Это может длиться на самом деле достаточно долго. И проблема в том, что так как цикл сделки долгий, когда вы взяли клиента и нашли, допустим, какого-то партнера и передали ему этого клиента, если даже брать средний портрет партнера вашего в другой стране, это небольшое агентство с тремя-четырьмя менеджерами, далеко не всегда даже ведущая клиента в CRM-системе, они просто взяли и пока клиент думал, размышлял за этот срок, они просто потеряли его, либо не довели его до сделки, либо может быть даже продали ему, но так как источник, откуда он пришел, давно потерялся, потому что он мог перезванивать несколько раз, они потеряли фиксацию его за вами. Таким образом, ну возникает проблема, проблема получения комиссии, проблема закрытия сделок при передаче клиента за рубеж. Для того, чтобы эту проблему решить, нужно просто немножко переориентироваться, переориентироваться на основные два направления. Первое направление – это иммиграционные программы, то есть получение золотой визы, либо второго гражданства Евросоюза за инвестиции. Данный документ позволяет вам путешествовать по разным странам, жить в других странах, работать и так далее. Либо это инвестиция в строящиеся объекты, в новостройки, потому что они так же, как мы сейчас говорили и в российском сегменте, приносят хорошую доходность и растут в цене, но растут в цене они не в рублях, а в евро. И если мы говорим, то есть прекрасно знаем процент инфляции в рублях, то есть ежегодный, то рост цене ежегодный у объекта должен быть на минимум 15%. В России понятно, что рост был достаточно сильный из-за определенных апотечных ставок, но сейчас уже все-таки начинается некая стагнация. Всем добрый день, меня зовут Ирина Гамбова, я являюсь руководителем агентского направления в комплексе апарт-отелей ВАЛА, который строится в Санкт-Петербурге. Если вы являетесь агентом по недвижимости, работаете с клиентами, которые осматривают себе инвестиционные варианты, куда вложить денежные средства, в том числе и в крупные города по типу Санкт-Петербурга, приглашаем вас в сотрудничество. Наш продукт очень интересен всем клиентам, которым интересно вложить средства в недвижимость, которые будут управлять сторонние организации, сторонние управляющие компании, и не будет ничего требоваться дополнительно от самого клиента. Если у вас есть такие клиенты, если вас интересуют такие предложения, то мы приглашаем вас в сотрудничество, мы выплачиваем агентское вознаграждение и помогаем с обучением и с пониманием нашего продукта. Мы заключаем договоры с ИП и с ООО. Соответственно, выплачиваем комиссионное вознаграждение напрямую от 4%. Ждем вас с вашим клиентом. Новостройки и оформление виз, золотых виз и гражданство. Почему оформление золотых виз и гражданство? Это достаточно быстрый процесс, и клиент принимает решение быстро. Потому что эти программы постоянно закрываются. Недавно была программа Кипра по гражданству. 2 миллиона евро инвестируешь, получаешь гражданство Евросоюза, все хорошо, программу закрыли. Осталось буквально 2 месяца, даже меньше, до закрытия программы гражданства Черногории. Соответственно, латвийская программа собирается закрываться, португальская программа ужесточает условия. То есть Европе не нужны российские деньги или китайские деньги. У них много денег достаточно. Если вы захотите положить деньги под процент в европейский банк, он вам даже может просто отказать, либо очень долго будет это оформлять, а процент у вас там никакого даже не будет, потому что Европе не нужны ваши деньги. Но на данный момент, так как есть возможность получения вот этого некого, то есть свободы перемещения, возможности жить где угодно, стать космополитом, стать человеком мира, многие ей пользуются. И здесь главное это не недвижимость, которую они покупают, за счет которой они получают данный документ, а именно сам документ. Поэтому недвижимости выбирают они не так, скажем так, щепетильно, и этот выбор достаточно быстрый. Сделки закрываются за 3-6 месяцев, и комиссии составляют от 10 до 30-40 тысяч евро за сделку. Что, в общем-то, я думаю, что неплохо. Буквально про несколько программ расскажу. Например, золотая виза Португалии, 280 тысяч евро минимальные инвестиции в недвижимость, максимальные сейчас 500. Есть там разные условия, о них можно почитать здесь, потом я расскажу, где более подробно узнать. Самое интересное то, что данный продукт позволяет вам получить не просто золотую визу, а через 6 лет получить гражданство Португалии, не находясь в Португалии. То есть вы можете там не жить, вам нужно пребывать там всего лишь 7 дней в году. То есть это достаточно простая процедура получения гражданства. И вы, вся ваша семья, все ваши родственники, дети будущие или настоящие, они становятся гражданами Евросоюза и, соответственно, получают все блага, которые предоставляются гражданам Евросоюза. Золотая виза Греции, инвестиции 250 тысяч, соответственно, тоже низкий порог входа, быстрое оформление, вы можете путешествовать, жить в Греции, жить в других странах, так как в Евросоюзе нет границ, поэтому здесь тоже достаточно интересная история. Но с гражданством здесь сложнее, потому что для того, чтобы гражданство получить в Греции, нужно там все-таки действительно жить. В НЖ Латвии тоже такая же сумма, до 262 тысячи евро. То есть если мы берем, ну это сколько, 20 миллионов рублей инвестиция, и вы не просто их выкидываете, вы инвестируете в недвижимость, которая также приносит вам доход, которую вы можете сдавать в аренду, это может быть тяжелая коммерческая недвижимость, и получаете себе данный документ. Значит, сегодня, 11 числа, стартовала онлайн-выставка. Я еще являюсь разработчиком онлайн-платформы Гибрид экспоплатформ, на которой мы делаем онлайн-выставки по недвижимости и по другим тематикам. И вот сегодня она стартовала, буквально откроется через несколько часов. Можете фотографировать QR-код, заходить, регистрироваться. Там будут представлены виртуальные стенды компаний, которые занимаются как раз иммиграционными программами. И можете записаться на деловую программу. Она будет через 2 недели проходить заранее, чтобы вам вышла напоминалка. То есть деловая программа по иммиграции по разным странам. Круглые столы, выступления, семинары. Там вы всю подробную информацию сможете получить. Значит так. Ну вот это вот я все рассказал. Вот так выглядят виртуальные стенды. Заканчиваем. Это уже реклама. Я понимаю, все понимаю. Поэтому мы прокручиваем всю эту историю. А 19-20 числа, если вы будете в Москве, если вы из Москвы или вам не сложно приехать, Мариотт Аврора. Выставка в Москве. Более расширенная программа. И личное общение с очень сильными игроками рынка иммиграционных услуг и инвестиций в зарубежную недвижимость. Кстати говоря, Катя, вот предыдущий оратор была на наших мероприятиях. Если она не ушла еще, я думаю, что она уже ушла. А вот не ушла. Катя, ты же была на наших мероприятиях? Вот. Покажи палец вверх. Вот, например. А теперь я расскажу, кто такой Гусь Паша. Это Гусь Паша. И мы хотим презентовать рынку новое мероприятие. У нас есть отличный питерский конгресс с огромной крутой деловой программой. Есть отличный сочинский конгресс. Сегодня у нас в 17.30 вместе со мной Владимиром Николаевым и Гусем Башей будет подписано соглашение о дружбе между конгрессом и нашим новым мероприятием. Называться оно будет условно спорт конгресс. Спорт конгресс для риэлторов в Турции международный. Что это такое? Мы подписали соглашение с самым сильным, самым большим фестивалем спортивным. Спортивная волна проходит два раза в год. Осенью и весной приезжают футболисты, артисты, различные директора, владельцы заводов, пароходов и так далее. Сильный состав получается. И там футбольные турниры, волейбольные турниры, различные другие игры, соревнования. То есть есть очень большая такая соревновательная история. И мы хотим сделать конгресс не в плане знаний, а в плане нетворкинга. То есть мы хотим, чтобы вы в течение пяти дней общались, участвовали в соревнованиях, создавали свои команды. И, конечно же, один-два часа в день будет и деловая часть. Но упор будем делать на развлекательную. И если можно, я вот видео... Уже нельзя, потому что у нас тайминг и следующая конференция, которая будет здесь проходить. Ну да, одну минутку. Люди видео посмотрят, поймут хоть как это. Давайте, давайте. Я флешку вам дам. Просто, чтобы понять, надо увидеть видео. Видео мы для вас подготовили. А я у вас пульт отберу. Вот. У нас мы презентовали вот буквально недавно это мероприятие в Минске. Был конгресс. И уже у нас из Минска пошли. Все уже... Да, вот и вот. Короткий, минутный. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...